всем привет с вами магазин горные вершины я как всегда андрей и сегодня мы поговорим о такой необходимой вещи каждому велосипедисту как насос приобретая велосипед вы конечно же хотите на нем кататься а не тащить его на себе или катить рядом из-за того что вы прокололи колесо прокол колеса может случиться в любой момент никто к сожалению от этого не застрахован да и колеса велосипеда требует периодической подкачки также как и в автомобиле приобретая велосипед для вашего уже спокойствия и удобства первонаперво что нужно приобрести к нему дополнительно это насос вело аптечку и если у вас бескамерная резина набор для ремонта бескамерных покрышек но это все лирика переходим к делу глобально все велосипедные насосы можно разделить на несколько основных видов это насос напольный насосы переносные которые можно возить с собой баллончики сжатым воздухом для экспресс накачки колеса насосы комбинированные которые в себе сочетают преимущество напольного и переносного насоса и насос для вилок и амортизаторов но это правда отдельная тема также насосы бывают с манометром и без такового и сам манометр который можно приобрести отдельно от насос стоит сразу отметить что любой велонасос способен накачать оба типа ниппеля который используется современных велосипедах как шредер так и просто для этого нужно просто произвести нехитрые манипуляции с насадкой насоса на каких-то моделях это переключатель на каких-то комплекте идет переходничок а на некоторых нужно просто открутить колпачок и перевернуть резинку а также бывают насосы с насадкой сразу под два типа ниппеля напольный насос сочетает себе комфорт использования и быстроту накачки колеса за счет большого объема рабочей камеры длинного поршня и упоров для ног накачка колес с таким насосом происходит быстро и вы даже не устанете также как правило во всех напольных насосах есть манометр и он достаточно точный вы можете контролировать то давление которое вам необходимо накачать ваше колесо единственным и самым главным недостатком такого насоса будет то что он большой и тяжелый но его конечно неудобно возить с собой вы конечно можете его засунуть в рюкзак но сами понимаете но от большого насоса перейдем сразу к самому маленькому насосу его основное преимущество как раз в том что он компактный вы его можете легко возить с собой даже в кармане практически все переносные насосы имеют в комплекте специальный кронштейн чтобы вы могли его крепить на велосипед на раму прям в штатные места такие переносные насосы прежде всего будут отличаться объемом рабочей камеры и длиной хода поршня такие насосы большинстве своем не имеют в комплекте шланга и для накачки надевается непосредственно на ниппель колеса поднимается флажок придерживая рукой вы производите накачку этот факт относится к минусам также из минусов этих насосов стоит отметить то что поскольку объем рабочей камеры достаточно маленький вы накачивать им будете долго однако полевых условиях это лучше чем ничего следующий вид насосов самый классный на мой взгляд самый удобный который сочетает себя преимущество как переносных насосов так и напольных данном случае это насос компании topic который называется turbo морф digital здесь есть шланг электронный манометр упор для ноги для накачки достаточно длинный ход поршня и т-образная ручка его можно возить с собой если вы цените свое время и вам важна каждая секунда например в условиях соревнований то отличным вариантом для вас будет вот такой баллончик с сожжатым воздухом он накачает ваше колесо всего за несколько секунд и при этом вам не нужно будет практически ничего делать просто накрутили его на ниппель и все однако понятно что самым главным минусом будет то что этот баллончик одноразовый ну и на гонке скорее всего лучше взять несколько таких баллов если у вас есть насос но на нет нить манометра не беда манометр можно приобрести отдельно в данном случае этот цифровой манометр который достаточно точно покажет давление в вашем колесе он также подойдет и к автомобилю имя электронный манометр отдельно от насоса вы можете наиболее точно контролировать давление в колесах Вашего велосипеда, что иногда бывает Очень важно. Ну и отдельная тема Как я уже говорил, это насос для вилок И амортизаторов велосипеда. Он попал сюда В наш обзор, потому что это насос Потому что он качает воздух И да, им можно накачать колесо Но не нужно. На самом деле Часто спрашивают, можно ли таким насосом Колесо накачать. Почему не нужно Им качать колеса? Да потому что это будет Просто очень и очень долго Основная идея насоса для вилок и амортизаторов Заключается в том, что он предназначен Для накачки большого давления В маленькую камеру амортизационной вилки Или амортизатора велосипеда Как вы можете видеть, объем рабочей камеры Здесь очень маленький, но при этом Он может накачать очень большое давление Ну вот я вам рассказал про все основные виды Насосов, которые бывают Естественно, выбор насоса остается за вами В зависимости от ваших предпочтений Желаний и возможностей Однако, если у вас остались какие-то вопросы Вы всегда можете их написать в комментариях Ну и не забывайте подписываться на наш канал Ставить нам лайки А с вами был магазин Горной вершины Я Андрей, всем пока Блин, вот это прям самый прикольный насос Ну он реально удобный Все тут тебе есть, и шланг И ручка Т-образная Ну вот нафиг такой тогда насос Если у тебя вот такой есть И на раму-то он крепится, все тут есть Ну это, конечно, такая себе история Это качать вообще-то долго Зато в карман блюзает